Я сначала посчитала, что отрезки такие вместе с такими. А, слушайте, хорошая идея. Действительно, у нас есть три направления. Вот такое. В таком направлении у нас лежат четыре отрезка. Четыре умножить на три, потому что на каждом три. У нас есть направление такое. И вдоль этого направления тоже лежат четыре умножить на три. Отлично. А вот дальше такие, как их посчитать? Получается, что они по одной стороне один, два, три, два, три. Отлично. Так, конечно. Один, два, три, два, один. Ну, дальше уже, садитесь, уже неинтересно. Любой, кому надо, посчитает ответ. Ну, для любой. Девять плюс двадцать четыре, это действительно тридцать три. Отлично. Может быть, все-таки напишем аналогичные формулы для четырех и для пяти. Итак, вот вам формулы для четырех. Мне нужна еще формула для четырех. Кто продиктует формулу для четырех? На самом деле все очень похоже. Два, н на н плюс один, плюс... Нет, нет, пока нет. Кто, где было четыре на три? Пять на четыре. Пять на четыре, конечно. Конечно, будет пять на четыре, пять на четыре. А дальше что будет? Один, два, три, четыре, три, два, один. Ну, считайте. Пять на шесть. Давайте проверять. Здесь будет двадцать и двадцать. Это сколько? Сорок. Это сорок. Отлично. Один, два, три, четыре. Это вы должны знать. Десять и шесть. Сорок, десять и шесть. Пять на шесть. Очень хорошо. Так, ну диктуйте до пяти. Понятно? Шесть на пять. Шесть на пять. Дальше. Плюс шесть на пять. Плюс шесть на пять. Еще раз шесть на пять. И дальше. Плюс два, три, четыре, пять. Четыре, три, два, один. Ну вы абсолютно правы. Это действительно. Длицать это шестьдесят. Сумма числа от одного до пяти это... Пятнадцать. Сумма числа от одного до четырех это... Десять. Десять. Шестьдесят, пятнадцать и десять. Сколько? Восемьдесят пять. Восемьдесят пять. Отлично. А вот теперь... А вот теперь то... К чему воспроизводство? Для любого числа n. n плюс 1. Молодцы. Умножить на n. Плюс. Плюс n плюс 1 умножить на n. Плюс 1, 2, 3 и так далее до n. И так далее. Понятно, да? Да. Хорошо. Теперь смотрим, что это такое. Это будет 2m умножить на n минус 1. А теперь нужно сделать вот что. посчитать сумму вот таких вот чисел. А я знаю как. Проще всего сказать вот так. Смотрите. 1 и n минус 1. Это же сколько будет? Это будет n. Правда? 2 и n минус 2. Это будет тоже n. Правда? И вот так у нас будет много-много раз число n. Ну и само n. Оно тоже нигде не делось. Значит будет просто n в квадрате. Ура! Так. Ответ получается 3n в квадрате плюс 2n. Так. Ну давайте проверим. Например, вместо n подставим единицу, получится 5. Правда? Вместо n подставим двойку, получится 12 плюс 4. 16. Это тоже правда. Отлично. Сходится. Сходится. Господа. Никто не знает какого-нибудь другого способа решения этой задачи. Не потому, что этот способ неправильней, а потому, что можно было действительно по-разному сделать. Давайте. Второй способ. Да. Я сначала считала, что это смысл будет так, а потом будет не выносить. Ну, нет. Это для конкретного числа. Для конкретного числа это, конечно, можно, а в общем-то случае как? Получается, что это 4n. Это будет 4 умножить на n? Да. Давайте я получу. 4n дальше. Ааа, я понял. Вы хотите сказать, что вы посчитали треугольники, которые более-менее в одну сторону удобно правда, да? Я понял вашу идею. Хороший вызов. Хороший вызов. Хороший вызов. Дайте я всем объясню. Смотрите. На этой картинке можно сделать так. Заштриховать треугольники и сказать, что у нас есть внешний код. Правильно? У нас есть внешний код. треугольник на 4n отрезков. У нас есть вот эти треугольники. Ну, потом посчитаем сколько. У каждого из них три стороны. И еще у нас есть вот этот вот отрезок. Замечательно. Значит, 4n плюс n. Согласны? Вот. Плюс. У каждого треугольника три стороны. Сколько этих треугольников? Как на это вопрос ответить? А? Да нет. Ну, как раз понятно. Третьи треугольники, они устроены так. Один, потом два, потом будет три и так далее. То есть, здесь ничего хитрого. Здесь надо просто складывать числа от единицы до n-1. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Это 5n, 4nn, да? Дальше. Формула здесь. На самом деле, она была как раз на занятии. Можно я сейчас не буду. Двольник сокращается. Получается, три раза n умножить на n-1. Ну, легко видеть, что 5n-3n как раз даст нам плюс 2n. Все как можно. Спасибо. Ну, неожиданный для меня способ, но правильно. Я должен признаться, что когда я для себя решал эту задачу, то я делал и не первым, и не вторым способом. А вот как я делал. Я сказал, что вообще-то трон, с которым мы имеем дело, состоит из двух треугольников. Правильно? Замечательно. А что это значит? Это значит, нужно решить задачу для верхнего треугольника, умножить ответ на 2 и вычесть n. То есть для верхнего треугольника давайте я число обозначу как-нибудь tn, да? И еще минус n, потому что вот эти n-отрезочки будут посчитаны два раза. И верхний и нижний. Отлично. Теперь разбираемся. Что такое tn? Господа, когда у нас есть треугольник, то там есть три направления. направления есть вот такие и такие отрезки, есть направления таких отрезков и есть направления не таких отрезков. Соответственно, нужно 3 умножить на. На что? Ну понятно, на что? На 1 плюс 2 и так далее плюс n. 1 плюс 2 плюс n. Ну понятно, что это такое. Это n умножить на n плюс 1 пополам. Теперь подставляем верхнюю формулу. Двойка сокращается. Получается 3 умножить на n умножить на n плюс 1 и минус n. Ну вообще-то то же самое. То же самое, что у нас получилось и предыдущими двумя способами. То есть 3n квадратных плюс 2.